Ну что, дорогие друзья, начался наш второй час нашего радиошоу «Соседи», и, как я и обещала, к нам в студию пришла целая группа спортсменов. Это молодые ребята, которые занимаются очень модным направлением, которое наконец-то докатилось до нашей Северной Республики. Направление это «воркаут». И, дорогие друзья, вот этим видом спорта занимаются уже не только парни, но и подхватили даже девушки. И сегодня мы выясним, каким образом всё это у нас происходит. В студии у нас Алексей Иванов, лидер движения «Воркаут». Здравствуйте. Николай Давыдов, заместитель лидера Федерации «Воркаута». Здравствуйте. И общественный деятель, спортсмен Вячеслав Саламатов. Добрый день. Дорогие друзья, вы можете присоединиться к нам в эфир. Телефоны 320066 и 321166. Мы сегодня говорим об этом виде спорта, который сейчас набирает обороты. И, собственно говоря, в чём прелесть и в чём удобство этого вида спорта? Ну, кто? Ну, я бы хотел выделить именно доступность. Вот, то есть, так сказать... Не нужны никакие там какие-то фитнес-центры. Приспособление бесплатных спортов. Дорогущие абонементы, дорогущие. То есть, если есть во дворе вот эта площадка, можно выйти и позаниматься. Сама польза скрыта в названии. «Воркаут». «Воркаут» переводится как «тренировка снаружи». Откуда взялась вот эта вот идея, чем вот увлекается сейчас молодёжь, и потихонечку присоединяется к этому увлечению наша молодёжь? Изначально откуда пошло? Да, да, да. Ну, немножко про историю. А, про историю. Ну, вот, изначально стоит, как бы, вспомнить о Ганнибале Фау Кинг. То есть, это афроамериканец, который живёт в США. То есть, поначалу он просто снимал свои тренировки и начал выкладывать в интернет. Ну, то есть, это было, я напомню, лет 20 назад. Да, если не ошибаюсь. 20 назад. И постепенно, постепенно, как бы, люди стали чаще о нём узнавать. То есть, вообще о направлении в целом. И стали постепенно вот люди подключаться. Ну, изначально это не было именно как направление воркаута. То есть, человек просто занимался тренировками, снимал там свои видео, выкладывал на YouTube. То есть, там он жил в гетто, и особо заняться-то нечем было. Они играли в баскетбол и качались на турниках и в брусьях. И, соответственно, и весь воркаут был больше силовым таким, да. То есть, там, сделать какие-то силовые элементы, там, на брусьях больше отжаться, какие-то выход силой, там, и так далее. И всё, эти видео стали популярность набирать. И начали уже люди присоединяться, типа, о, прикольно, да, я тоже попробую. И, между прочим, не только присоединяться, но и выявлять сильнейших в этом виде. И как воркаут уже как бы сформировался как вид спорта, и причём такой вот международного уровня, да. А в Казахстане проводятся даже чемпионаты. Да. Да, и в Москве. На самом деле, чемпионаты проводятся по всему миру, просто в Казахстане он признан как официальный вид спорта уже. Если взять СНГ, то в Казахстане максимально он более развит, чем в других странах. Да, да, да. Очень-очень сильно развит. Да, СНГ. То есть как бы власти вкладываются вот в этот вид спорта, потому что он не столь дорогостоящий. Ну и, собственно говоря, если вы посмотрите сейчас в окно, дорогие друзья, кто живёт в Якутске, вы наверняка увидите у себя площадку, да, и обязательно там стоит турник. Брусь. Ну, комплекс, стандартный турник, брусь, скамья для пресса. То есть вот и всё, собственно говоря. Да, больше ничего не нужно. Больше ничего не нужно. Скажите, ребят, вы являетесь как бы одновременно ещё и тренерами, вы показываете мастер-классы какие-то, или как к вам приходят, сколько занимаются? Ну, обычно как, ну, если вот летом, весной, когда тепло, уже занимаемся на улице, нам спокойно там подходят ребята, спрашивают там, давно ли мы занимаемся, то есть у них там что-то не получается, нужно объяснить. И мы только за. Да. Плюс ещё, так сказать, ну, зовём, ну, просим, чтобы они звали там своих друзей, вот на Комсомольскую площадь, вот где скейт-парк, вот там основная наша площадка, где лично я вот люблю тренироваться, когда тепло на улице. В районе вот Крестьянского рынка, я знаю, хорошая площадка есть. Да, 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 да. Тоже очень многолюдная там достаточно, и, ну, в основном я там наблюдаю только парней, а девушки? Ну, вот туговато немножко. Ну, немножко, да, туговато. Ну, вот здесь вот у нас, да, немножко как бы туговато. Вот, но вот я вот как бы студент с УФУ, и вот есть вот студент юности, где Манеж вот там бегают же, вот, и там есть как бы турник, ну, у шведской стенки там установленный. Я там, когда занимался вот зимой, и как там, замечал некоторых девушек, ну, там, лёгкая атлетика там, скорее всего, занимается, но они там бегают, и после пробежки они берут и подтягиваются, подтягиваются там, качают пресс, и довольно-таки УФУП у них очень хорошее. Угу. Так что, дорогие девочки, девушки, пожалуйста, возьмите на вооружение, потому что, действительно, допустим, взять абонемент в какой-то дорогой фитнес-клуб, да и вообще в любой фитнес-клуб. Вообще в любой фитнес-клуб. Ну, ну, следует начать с базы, это обычное отжимание, то же самое приседание, потом там, да, подтягивание, отжимание на брусьях. Угу. То есть, вот, я смотрю, вот у Николая вы прям занимаетесь каждый день, а как вы занимаетесь, ну, каждый день или вот сейчас мороз? Нет, каждый день не получается заниматься. Прям в валенках, в шубке или как? Нет. И в ушанке обязательно. В данный момент просто. Завалайки, подтягиваемся. Отрабатываемся. Так. Да. Нет, минус 50, то головато, конечно, на улице. Приходится дома отрабатывать статические элементы, вот силовые отжимания. На удержание. На горизонт, да, на удержание. То есть, вы готовитесь к летнему сезону, да, к весне. А весной, вот, весной в какое время вы уже выходите? Ну, в марте там или когда? Нет, ну, как погода. Ну, да, все здесь, это погода. Да, вот как вы видите во дворе ребят, которые там крутятся. Нет, скажу так, когда минус 20, уже можно заниматься. В принципе, можно, да. С минус 23, теперь, да. Можно сказать, о, весна на подходе. Да, весна наступила, да. Турникуманы вылезли наружу. Вот так вот. Ну, дорогие друзья, скажите, а сколько сейчас у вас последователей вашего движения, вашего вида спорта? Так, ну, конкретно с нами тренируется, ну, человек 20-25. Потом, так сказать, наши последователи, ну, то есть людей, которых я знаю, то есть они сами не занимаются, но занимаются в других залах, триумфи, к примеру. Вот там, ну, если взять, как бы, вот, включить наших и вот наших знакомых, которые за нами тоже следуют и занимаются с нами, там, переписываются, там, держат связь, то человек 50 или, может, чуть больше точно наберется. Вячеслав, скажите, а вот у нас вот эти комплексы, они стоят в Якутске, конечно же, да, в принципе, с этим проблем нет. То есть любая площадка, детская площадка, она, ну, имеет... Ну, не совсем любая. Не совсем любая. Да, то есть, скажем так, если взять в целом дисциплину воркаут, то есть там есть силовые элементы, например, там, жим на брусьях, там, подтягивания, да, но есть элементы более такие гимнастические, да, то есть какие-то армейские выходы, может быть, да, может быть, солнышко люди там крутят на турнике и так далее. Перелеты. Перелеты какие-то с турника на турнике. Конечно же, не каждый комплекс выдержит данную нагрузку. То есть с каким-то поворотом. То есть это должны быть очень такие солидные, конкретные, крепкие. Очень крепкие, там, соединения очень должны быть надежные, да, и большинство детских площадок, которые сейчас поставляются и ставятся в дворах, да, ну, жители наверняка видели, их поставили, через полгода они сломались. Сломались, они такие все зернистый, металл такой весь, очень хрупкий. А как вы работаете вот с этой проблемой? Ну, вообще, началось все с того, что у нас не было комплексов подходящих, и пару лет назад мы поставили первую турниковую площадку своими руками, сварили на стадионе Тоймада, потом мы, соответственно, уже обратились к депутату и поставили площадку за его счет на 202 микрорайоне, такую показательную первую. И дальше уже мы написали град, выиграли, значит, за счет средств народного бюджета и поставили 10 площадок в каждом округе города Якутска. Таким образом, мы как бы дали возможность каждому человеку, живущему в районе, там, какого-то округа, найти ближайшую площадку, прийти туда и начать заниматься. В площадке мы старались делать сварные швы там определенные, определенную конструкцию разработали. Есть запатентованные технологии, которые, соответственно, обеспечивают всю эту очень крепкость. А как это узнать, например, что у вас есть какие-то логотипы или что-то такое? Все турниковые площадки зелено-желтого цвета, у нас была только такая краска. Только такая, да? А в районы какие-то ближайшие что-то вы там тоже смогли? В районах, да. То есть вот в прошлом году мы поставили уже 10 площадок в округах, не в округах, а в районах именно пригорода города Якутска, это Кангаласа, Мархат. В принципе, там тоже зелено-желтые, как бы они все. Ну, то есть, по сути, это... Если увидите, да, фирменный зелено-желтый цвет. Знаете, что все очень надежно, все сварено. Ну, имейте в виду, чтобы узнать, что... Да, там может и 100-килограммовый человек там подтянуться без проблем, там на них попрыгать, там подергать, там сварной шов не оторвется точно, то есть там, если там нас слушают сварщики, мы там очень крепко сделали все в стакан. Скажите, пожалуйста, до какого возраста или с какого возраста вообще предпочтительнее заниматься, ну, вот этими самыми элементами? Ну, по факту, по факту, никаких ограничений нету. К примеру, вот, я вот на ютубе видел видеоролик, там, как бы, можно сказать, женщина лет 60 занимается. Тоже подтягивается, приседает, но есть, как сказать, есть все равно некоторые нюансы. А ограничения какие-то есть, вот, по здоровью? По здоровью? Ну, вот, если проблемы вот с позвоночником, к примеру, да. Сколиоз какой-то, какие-то грыжи. Да, обязательно, да. Ну, сколиоз я бы, например, не стал ограничивать человека. Наоборот, укрепление мышц спины, они помогут исправить какие-то... Если есть какие-то травмы серьезные, там, грыжа спины межпрозвоночная, там, многочисленные грыжи какие-то, то, конечно же, да, это ограничение причебное. В любом случае нужно, как бы, проконсультироваться с врачом обязательно. Но в целом это работа со своим весом же. Это тренировка абсолютно, как бы, ну, менее вредная, чем если вы возьмете штангу и без нужной техники начнете ее, там, тягать, там, становую делать, да, и сорвете спину. То есть на турниках сорвать спину достаточно сложно, там, подтягиваясь или, там, делая жим на брусьях. Поэтому, ну, то есть начинать можно хоть с шестилетнего возраста, я думаю, ребенка. Да, но сама опасность заключается в том, что человек, вот, допустим, залез на высокий турник, резко, ну, прям, можно сказать, резко на землю спрыгнул, и это удар дает очень прилично. Можно получить компрессионную травму позвонков. Да, да, да. Это касается тех, у кого проблемы со спиной. Поэтому нужно подходить всегда с умом, у кого проблемы со здоровьем. То есть надо как-то ходить с табуреточкой, да, чтобы с турника как-то вскарабкаться. Скажем так, это возможные случаи, то есть, ну, просто заранее ограничивать так надо. А так, конечно... А потом можно бегать и на перегонки с зайцами. Нет, нет, просто, ну, если нету никаких проблем со здоровьем, то, пожалуйста, занимайтесь. Если человек в течение последних трех месяцев не ломал спину, то можно, в принципе, ему заниматься. Он же ходит как-то. Нет, в крайне редких случаях. Нет, а вот, ну, хочется добавить в любом случае, да, насчет... То есть есть все равно, ну, как бы, определенные виды элементов силовых, да, их лучше вот там, как бы, включать программу тренировок, да, вот именно в активном возрасте, там, от 15 до 25, вот именно. А что, а потом, да, после 25? Нет, а потом... Нет, 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 я хотел сказать то, что вот есть, к примеру, вот элемент, как самолет, да, то есть это, можно сказать, горизонт, ноги вместе... Это как отжимание, только без ног. Жаль, что вы не прихватили турник, чтобы показали. Нет, и вот тут, как бы, все равно имеет значение возраста. Вот, к примеру, УФП, вот подтягивание брусья и отжимание, это можно, в принципе, в любом возрасте делать. То есть, вот, в принципе, в том ключе, что каждый гражданин, так сказать, Российской Федерации должен сдать нормы ГТО, да, то есть это все, в принципе, как бы вот в этой волне, да? Да, это очень, 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 так, вовремя, скажем так, соединилось, и то, что вот у нас в России возродили нормы ГТО, я считаю, что развитие воркаута, движения очень сильно пошло вверх после этого. Вот именно после того, как... Да, при поддержке, соответственно, правительства страны, конечно же, развитие движения будет расти. Ну и это очень хорошо, что наши власти, серьезные люди поддерживают этот вид спорта и всячески стараются его развивать. Дорогие друзья, вы не переключайтесь, мы немножечко прервемся на рекламу и продолжим. Ну что, дорогие друзья, у нас в студии сегодня последователи и пропагандисты нового вида спорта у нас в Якутии, это воркаут. И, собственно говоря, Саха воркаут, у нас есть уже федерация. Я вас поправлю, федерации нету пока. А, пока нет, но у вас есть группа. Да, у нас есть общественная как бы... Ну, значит, будет. Так, ну, Саха воркаут, немножко вот про эту организацию. Про историю, да, я вот хотел бы сказать, именно как Саха воркаут появился. Вот в конце, вот в конце 2013 года мы со своим другом Шамилем Аздоевым... Накануне нового года. Да, накануне нового года вот мы с Шамилем Аздоевым и, точнее, вот сам Шамилем Аздоев, вот мой очень хороший друг, как спортсмен и вот тоже как активист, он как бы, ну, предложил, то есть, все равно вот предложил мне идею, вот, то есть, как бы, как бы, вот, именно отдельно вот конкретно взять и начать вот это направление конкретно с ним работать, вот над ним работать, то есть, там, найти зал, то есть, вот гимнастический зал, вот, главного учебного корпуса, вот СФУ, да, плюс еще именно вот выделить наш, как бы, регион. И вот, ну, насчет названия, как бы, мы, можно сказать, сильно не задумывались, именно Саха, то есть, республика Саха и вот Саха воркаут. Ну, очень благослучно звучит Саха воркаут, классно, прям, как песня. В начале 2014-го, да, и мы, как бы, начали вот уже, там, как бы, в феврале мы зашли в зал, то есть, ребят собрали и вот уже конкретно стали над ним работать. И народу было очень много, в принципе. Как вас найти, где вас можно найти? У нас, так, ну, у нас есть, как бы, в плане группы или... Ну, да, собственно говоря, но сегодня наверняка нас слушает немало людей. Ну, вот смотрите, Саха воркаут, вот надо внести на английском языке Саха воркаут и 2.0, то есть, вторая версия, как бы, улучшена. Это ВКонтакте. Это ВКонтакте. А в Инстаграме Саха воркаут 14. Вести же, да? То есть, регион 14, да? Да, да, регион. Всё очень просто, дорогие друзья, в Инстаграме Саха воркаут. Просто пишите Саха воркаут в Гугле, и он вам выдаст всё, что угодно. Всё, что угодно. Там найдёте Алексея, и всё нормально будет. Скажите, а вот в своём Инстаграме вы каким образом показываете какие-то элементы, мастер-классы? Я сейчас это добавлю, да. Как бы, Инстаграм, мы стали усиленно над ним работать совершенно, как бы, недавно. И мы именно начали сперва, именно архив. То есть, 2013 года. То есть, фотографии от фестиваля «Зажигай», я вот, когда были первые соревнования по воркауту в 2013 году. Смотрите, как, всё серьёзно, молодцы. То есть, вы и архив сделали. То есть, понимаете, вот, ну, нам некоторые подписчики, да, некоторые люди, ну, так сказать, в лицо говорят, почему, как бы, новинки нету, да? Но мы им объясняем то, что нельзя, как бы, забывать прошлое. Серьёзно. То есть, про историю. Да, просто... В самом деле, в истории, как бы, очень много людей ввели свой вклад в развитие движения. Да, да, да. И помогали, и, как бы, их тоже стоит вызывать. И это нам, как бы, не безразлично. И в любом случае же, надо, как бы, на память расставить. Большое спасибо. Да. Вот всем, вот, именно... Нет, ну, на самом деле, это очень похвально, что вы не забываете своих корней, скажем так. Да, не забываете, очень важно. Тех, кто первопроходцы пришли, привели этот вид спорта, прививают, популяризируют. Плюс ещё, как бы сказать, мы выкладываем фотографии именно, ну, вот победителей вот «Зажигай». Давайте есть, например, Дима Крымокополов. Вот он победил 2013 года. Да, в основном все соревнования в Якутске проводятся с поддержкой молодежной организации «Зажигай». И, соответственно, проводятся на фестивале «Зажигай». Первые соревнования были по воркауту на этом фестивале. И изначально, как бы, организация поддерживала эти направления и развивала, стараясь, ну, как и все остальные. Скажите, а вот на этих соревнованиях какой комплекс упражнений нужно выполнить, чтобы стать чемпионом? Алексей? Ага, чемпионом. Да, сейчас. Суфинскую элемент. Так, ну, мы вначале как... Ну, первые соревнования, да, ну, может, это были первыми. Там все было смешано. То есть кто больше всего ярче выступит, больше покажет элементов, тот и победит. А потом мы уже стали... Вот хочу выделить именно «Зажигай» 2014 года. Был очень яркий. Там уже были три направления. Силовое направление. Джимбар. Потом джимбар был. Это вот колумбийский стиль. Ну, то есть колумбийский такой спорт на турнике. И вот техника. Это имеется в виду... Вот я смотрела ролики. Это вот когда крутятся, ну, как-то там в воздухе как-то... Да, вот там еще элементы нагибкой, все. То есть народу было очень много. И зрителей, и участников. Мы там еле как успевали судить. Я вот еле как успевал судить там все. Вот мне больше всего вот как бы почему-то запомнилось именно вот «Зажигай» 2014-го. Народа было очень много. А вот в 2017 году тоже будут эти соревнования. И сколько примерно вы предполагаете, что... Ожидается. Да, ожидается спортсменов. Ожидается как бы, ну, ожидается все равно как бы больше. Мы ждем больше, потому что вот с каждым годом участников больше, их уровень выше. Ну, и, видимо, девушки к вам присоединятся наконец, да? Ну, мы надеемся, что дается. А сколько девчонок сейчас занимается? Ну, наверное, две? Ну, лично... Самые красивые университеты. Лично я знаю вот трех именно. Все они студентки как бы с ФУ. Занимаются легкой атлетикой. Ну, конечно, студентки, активистки, красавицы. Занимаются легкой атлетикой. И вот именно УФП его для себя поддерживают. Ну, в основном девушки из смежных видов спорта приходят в воркаут. То есть это либо какая-то легкая атлетика, либо гимнастика. Какая-то художественная гимнастика. Либо это пол-дэнс, может быть, даже девушки, которые на шесте любят крутиться всегда. И вот им турник тоже нравится. Ну, турник это вот показано. Красивые девчонки с новыми. Ну, это здорово. Скажите... Ой, извините, что... Кстати, вот насчет других направлений, вот нам приходят, не приходят, хотел бы выделить. Вот у нас есть, вот, амрестлинг. Вот у нас в республике очень хорошо сейчас в данный момент развивается. И некоторые амрестлеры к нам вот приходят именно вот поддержать УФП именно вот руки. То есть амрестлинг это руки, и они вот приходят. То есть они как бы параллельно занимаются... Укрепляют свои мышцы, конечно. Да, да, да. Собственно говоря, параллельно занимаясь своим видом спорта и попутно занимаясь и воркалом. Да. К примеру, вот один, как бы, амрестлер, он спрашивал, то есть как увеличить, допустим, вот именно количество подтягиваний, да? То есть ему там нужна выносливость была. То есть я ему так и так объяснил, он говорит, ну, как сказать, ну, то есть ему, можно сказать, даже расписал именно в тренировке, как лучше это делать. И он потом спрашивает, как сказать, а есть ли результат. Я ему спокойно говорю, то что я вот через это прошу. Поскольку на меня. Скажите, ну вот вы говорите, да, прям вот и бабушка там какая-то, да, в 60 лет занимается. Да, видео есть, можете посмотреть. Ну, любопытно очень, да. Скажите, а вот обычно мужчины, которые служили в рядах армии, да, советской, может быть, или российской, у них обязательно, конечно, они там подтягиваются, да? А потом вот как-то с годами мужчины как-то, так сказать... Обрюзгают. Обрастают. Ну, не только мужчины. Вот. Ну и, собственно говоря, вот чтобы заняться вот этим видом спорта, допустим, да, после, там, 30, например, нужно как, сначала похудеть или сразу? Я добавлю. Если имеется лишний вес, то желательно, да. Для начала лучше избавиться, как бы, от лишнего веса. Ну, чтобы не иметь нагрузки лишней на суставы дополнительные. То есть это все же очень опасно очень. Да, затем вот самая главная ошибка, вот вообще, самая главная ошибка, это вот у человека чувства меры нету. То есть человек хочет взять и сразу же... Похудеть и сразу накачать мышцы. Да, да, да. Не, имеется в виду именно объемные тренировки сразу с первого января, главное. Да, с понедельника. То есть именно начать объемные тренировки и, как бы, поднять уровень моментально, за неделю буквально. Но такого, как говорится, не бывает. И что нужно делать? Нужно постепенно. То есть постепенно, шаг за шагом. Допустим... Увеличивать нагрузку. Да, хотя бы с утра просто делать отжимания там. Просто отжимать. Хотя бы один раз. Три часа за шагом. Хотя бы с одного наклона. Даже зарядку можно начать спокойно. Даже если там лень отжиматься, а с утра большинство людей лень делает зарядку, да, можно просто хотя бы потянуться даже. Некоторые люди, например, не любят с утра делать зарядку, можно включить музыку и просто там побеситься, потанцевать, да, если то он... Как бы это свойственно. Да, просто немножко растрястись, да. И, соответственно, как бы мышцы-то ещё не готовы к нагрузкам. Если у вас лишний вес, там, вы висите 120 килограмм, вы залезете на турник и резко дёрнетесь, там, чтобы подтянуться. Там можно что-то потянуть. Там можно травмировать себе плечи, там, пищевую сумку, да, или что ещё. То есть... Турник. Или сломать турник. Или сломать турник. Смотрите, я хотел бы именно отдельно выделить именно молодёжь. То есть я встречаю вот... На площадке я всегда встречаю... Что за дискриминация? Ну, ладно. Почему? Нет, именно среди молодёжи, имеется в виду, там вот подходят парни лет 16-17, и вот у них там огонь в глазах там горит, и они хотят то-то-то научиться за короткое время, и они что-то для этого делают, но у них тренировки иззряющие. Чтобы потрясти Машку из соседнего подъезда. Да, она сразу пицушку показала. Да-да-да, и они буквально себя слишком как бы перенагружают. Так. То есть я им указываю там ошибки, то есть надо там хотя бы три раза в неделю начать. Норма, ну, как бы норма нагрузки, важно ещё нужен как бы сон, очень важен. То есть в принципе, да, вот эти все рекомендации, они у вас в Инстаграме все прописаны, посты, видимо, посвященные. В группе есть. А в группе, да? Ну, в Инстаграме, наверное, проще многим, ну, хотя кому как, да? Вот стоит отметить сам подход к тренировкам, то есть он не бессистемный, а именно уже как непосредственно как дисциплина развивается. То есть есть режим тренировок, есть начальный режим тренировок, есть там более повышенный уровень, да, когда ты нагрузку уже контролируешь. Соответственно, ты готовишь своё тело к тем нагрузкам, которые ты хотел бы выполнять. И постепенно каждый элемент осваиваешь. Там есть и большая роль питания, также и сна, и самих режимов тренировок, как в любом виде. А питание – это что? Это правильное питание? Классическое правильное питание, да. Выделение больше белков в вечернее время, там, жиров, углеводов больше утреннее время с белковым, ну и так далее. То есть булочки, плюшки – это как бы с утра можно, да? Можно с утра. Можно с утра, я вот не против булочек с утра. А ужин отдать соседу? А вечером там… Для спортсмена нет соседа. Курочка, там, да, что-нибудь, рыбка, такое, с овощами. Ну, у нас с этим туго, конечно, но с рыбой, с мясом, с хорошим. У нас в Якутии проблем нет, это хорошо. Нет, ну, вроде как с этой теплицей-то теперь уже, наверное, не туго будет. Ну да, надеюсь. Нет, самое главное, что нужно выделить, да, нужно хорошо спать, это в первую очередь, там, качественный сон именно. А сколько это часов? Как сказал мой тренер, самый лучший витамин – это сон. Да, 7-8 часов. Достаточно. Самое такое оптимальное. Важнее не сколько спать, а в какое время вы ложитесь, в какое встаёте. Да, это тоже нужно. Ты можешь спать 8 часов, но лечь в 4 утра и встать в час дня, по себе зная, и будешь себя чувствовать очень плохо в течение сегодня. А если вы так всю неделю, как бы живёте просто в таком ритме, очень тяжело даже заниматься спортом, там, каким-то, не говоря уже там другой активной деятельности. Если вы ложитесь там в 11, в 10 вечера засыпаете уже, не ложитесь, да, и встаёте там в 6-7 утра, будете чувствовать себя очень бодро. То есть вот вечером, дорогие друзья, за 2 часа ужин, да? За 3 часа. За 3 часа даже, да. И то есть вечером посмотрели программу «Время», там, я не знаю, «Спокойной ночи, малыши» и спать. «Спокойной ночи, малыши» не, я не понимаю. Может быть, послушали эфир радио «Саха»? Ну, конечно, конечно. Но, дорогие друзья, вот, собственно говоря, у нас осталось не так много времени до окончания. Вот что бы вы пожелали будущим последователям вашего вида спорта? Ну, занимайтесь спортом, выберите то, что вам нравится, и не пропускайте тренировки. Ну, дорогие друзья, я напомню, что у нас в студии сегодня были Николай Давыдов, заместитель лидера «Саха-воркаут», Алексей Иванов, лидер «Саха-воркаут», и Вячеслав Саламатов, спортсмен, общественный деятель. Дорогие друзья, занимайтесь спортом с Нового года, это здорово. Пока. Пока. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.